Сырные шедевры Тогда пойдем на кухню Оказаться в Италии, не выходя из дома Это возможно Достаточно приготовить итальянское лакомство Например, сыр моцарелла Процесс может занять полтора-два часа Но будет очень увлекательным Мы сделаем именно быструю моцареллу Которая готовится с помощью лимонной кислоты А не из заквасок И, собственно, мы делаем молодые сыры Потому что их, как только сделал В принципе, сразу же можно есть Молодой сыродел знает, как приготовить моцареллу По настоящему итальянскому рецепту Для этого понадобится большая кастрюля 5 литров молока, соль, лимонная кислота 1-2 грамма на литр, фермент химозин И градусник для контроля температуры Из 5 литров молока можно получить 700 граммов сырного удовольствия Молоко лучше использовать не пастеризованное Это увеличит выход сырного продукта Но обо всем по порядку Чтобы молоко равномерно прогревалось Нужно использовать водяную баню И я придумал такой способ Чтобы не использовать открытый огонь Делать это просто в раковине Желательно, чтобы раковина, естественно, была большая Чтобы поместилась в кастрюлю И включаем горячую воду Температура молока должна достичь 38 градусов Для ее измерения и нужен градусник Пока молоко нагревается Делаем раствор лимонной кислоты Ее необходимо тщательно перемешать До последней крупинки Тогда сыр будет тянуться как надо Вносим лимонную кислоту Очень тоненькой струйкой И важно тщательно перемешивать все слои Чтобы лимонная кислота Не осталась на поверхности молока А полностью растворилась И очень важно следить за температурой То есть температура молока При внесении не должна достигать Температуры больше 20 градусов Молоко также нужно тщательно перемешать Чтобы образованные в нем кислотные слои Распределились равномерно Пока молоко нагревается Его нужно постоянно помешивать Немного отвлеклись Температура молока может стать выше положенной А это грозит кулинарным фиаско Но как только оно достигло нужной температуры Вносим фермент Примерно 5 миллилитров на литр молока У нас жидкий химозин То есть наш сыр могут есть даже вегетарианцы После внесения фермента Оставляем молоко отстояться Примерно на 20 минут До образования сгустка Потом полученную массу Нарезаем на кубики В полтора-два сантиметра Большие кусочки разрезаем Образовавшаяся сыворотка Должна еще немного отстояться Затем ее необходимо слить так Чтобы осталось только сырное зерно Вся сыворотка должна стечь И полностью выйти из сырного сгустка Это займет еще 10-15 минут Теперь белоснежная масса Для приготовления моцареллы готова Можно переходить к самой интересной части сыроделия Вытягивание и формовка сырного лакомства Возьмем для начала половинку У нас получилось примерно 700 грамм сыра Сырного зерна Соль добавляется вообще по вкусу Примерно 3 ложки я добавлю Они довольно-таки маленькие Температура воды должна быть около 90 градусов Чтобы не обжечь руки Окунайте их в холодную воду И вымешивайте сырное зерно До однородной тягучей массы Я работал в разных сыроварнях И в каждой сыроварне делают сыр по-своему И я собирал всю информацию с разных мест И сделал что-то свое Наш герой – настоящий поклонник итальянского сыра Делает его уже на протяжении 4-х лет Причем как на производстве В качестве технолога молочной продукции Так и в свободное от работы время Поэтому его моцарелла получается отменной Сырному искусству он обучает всех желающих Я тоже решила попробовать Оболочка должна быть глянцевая При этом нельзя сильно надавливать на нее Чтобы моцарелла внутри оставалась сочной Вот так и рождается моцарелла А теперь мы приступаем к самой приятной части Нашего кулинарного процесса К дегустации готовой моцареллы Но делать мы это будем не просто так Мы приготовим всеми нами любимый салат капрезе Сыр моцарелла, томаты, соус песто и руккола Это основные составляющие салата капрезе Итальянцы используют его как закуску Перед приемом пасты Сегодня итальянские сыры набирают все большую популярность А теперь вы можете приготовить его самостоятельно Вот так легко и просто Можно сделать сыр дома Но главное соблюдать правильную консистенцию И последовательность действий Ну что ж, вам удачи в сырном деле А нам приятного аппетита Вкус у нашей моцареллы получился мягкий, слегка соленый и очень нежный Совсем как итальянский Есть такой сыр желательно сразу после приготовления Андрей говорит, что навыками сыроварения может овладеть любой Главное, чтобы душа лежала Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok